Девушки отдыхают Очень рад быть у вас здесь в гостях, очень рад сегодня быть здесь на этом событии. И спасибо и команде Impulse, и команде Faith Fleet. Спасибо. Спасибо Игорю. Это очень важно, чтобы каждый из нас мы не только жили тем, что сегодня происходит, но и понимали, куда мы идем и что происходит в нашей жизни. Знаете, мне так понравилось, Игорь реально похож на Иисуса. Вы тоже так заметили, да? Слушайте, это интересно, потому что у каждого человека есть такая внутренняя тяга, знаете, соприкоснуться с каким-то известным человеком. У кого-то из вас есть, я не знаю, автограф, может быть, какого-то популярного человека, или плакат, чтобы подписать? Есть такие люди здесь? Давайте. Да, поделитесь, что у вас есть вообще. Ну, расскажите. Спортсмены. Спортсмены. В смысле, кто? Теннисисты. Кличко есть, да, теннисисты. Сидорина? Да. Еще кто? Покарат Кандунин. Ага, о, это уже, да, которого знаешь, да? Аси-я-хан. Аси-я-хан, я помню, так, он казайский бачок класс. Роял-хан. Ага, окей, сегодня можете взять автограф у Иисуса, хотел сказать, но у Игоря, который похож на Иисуса. Вот, почему я говорю об этом, потому что на самом деле у нас есть такое причение, есть интерес, знаете, соприкоснуться с людьми, которые чего-то достигли в этой жизни, правда? И сегодня, когда эта встреча, сегодня это событие рекламировалось, я планировал поделиться с вами такими мыслями, да, впечатлениями на тему, главное, апгрейд всей жизни. Вообще наше событие называется апгрейд, да? Кто из вас хотя бы раз в жизни компьютер апгрейдил? Или обменял свой старый телефон на новый, да? Вот это и есть апгрейд, то, чем мы живем, вот, и каждый что-то хочет улучшить в своей жизни, вот. И каждый человек, который чего-то достиг в этой жизни, к которому мы подходим и хотим сфотографироваться, селфи, подписываемся на его инстаграм, просим автограф. Конечно, когда я был молодым, не было соцсетей, не было фотоаппаратов и не было телефонов с фотоаппаратами и мобильная связь, и не настолько, конечно, древней, что ее не было. Вот, она уже была, вот. Но, тем не менее, все было совершенно по-другому. Но я помню такой интересный день, когда мне было 16 лет, я учился еще в школе. К нам приехали в один день несколько американцев. Вот, они были христиане, они рассказывали просто о том, что Бог сделал в их жизни. И были классные чудеса, реально. Один парень был военным, и он в горячей точке получил ранение в ровном глаза, и Бог его исцелил, и глаз восстановился. То есть фактически глаз был утерян, и как произошло чудо, он снова имел два глаза. Другой парень, он был спортсменом, сильная травма колена. Я помню до сих пор, слушайте, с 16 лет своих, я помню эти истории. Вот. И у него была травма колена, он профессиональный игрок в американский футбол, и Бог тоже исцелил. Это чудо, реальное чудо. И он дальше продолжал свою карьеру. И вы знаете, я на этой встрече, когда мы с этими ребятами общались, мне было 16 лет, я был молодым парнем, нам подарили какую-то книгу, я уже не помню, что-то, что-то, какую-то христианскую книгу. И я подошел к одному из них, и он поставил просто как автограф, как подпись на этой книжке. И я много раз потом в своей жизни, у меня книжная полка, где-то до сих пор она есть, эта книжка у меня, у мамы дома. Вот. Я смотрел, я вспомнил эту историю, и я думал, как классно, что я соприкоснулся в жизни с этим человеком. Может быть, он не был суперизвестным, но в его жизни произошло что-то особенное. Что-то особенное. Я хочу спросить, а у кого-то из вас в вашей жизни было хотя бы раз такое, что вы молились, и Бог как-то по-особенному ответил? Есть такие люди здесь? Вот видите, то есть это тоже, никого из вас я не знаю, никого не брало вторых, это тоже на самом деле удивительно, то, что с обычными людьми соприкасается сверхъестественный Бог. И даже иногда мы не верим в Него, не понимаем, какое Он и что-то такое, тем не менее, Бог почему-то прикасается к жизни обычных людей. И вот, когда мы восхищаемся людьми, которые чего-то в этой жизни достигли, я думаю так, что каждый из этих людей, любой музыкант, любой спортсмен, любой известный человек, популярный блогер или, я не знаю, телевизионная личность, каждый из этих людей был когда-то просто молодым парнем или девчонкой, и никто не мог догадаться, что в его жизни произойдет и чего он достигнет. Правда же? У него тоже есть одноклассники, у нее есть подружки, и это обычные люди. Просто как-то так получилось, что они раскрылись, развились, оказались в правильном месте, в правильное время, и что-то с ними произошло, и они чего-то достигли. Сейчас пол города Кривой Рог радуется, что у них есть знакомый президент. Так получилось. И так есть, кто-то учился в одном классе с Андреем Шевченко, кто-то ходил на одну секцию с кричками, понимаете, кто-то, я не знаю, там играл в одном подвале с каким-то музыкантом, там, не знаю, со Славиком Макарчуком, когда-то там, в универе. Это все были обычные люди, которые раскрыли тот потенциал, который заложен в их личности. И вот о чем я сегодня хочу с вами поговорить. Как важно, чтобы ты сейчас, в своем возрасте, ты нашел те ценности, которые в тебе заложены с самого рождения, в твой характер, в твои таланты, в твои способности. Потому что это не просто так. Все эти известные, выдающиеся люди отличаются, в первую очередь, тем, что они обнаружили. Что в них есть, что ценного есть. Это заметили и приумножили. Нормальные родители, хорошие папа или мама, они стараются увидеть в своих детях какие-то особенности. Я рассказывал, разговаривал вчера буквально с другом, он рассказывал про своего сына, знаете, и сам задумался. Мой сын ходит одновременно на барабаны, на английский, на плавание и что-то там еще, я уже не помню. Это жена занимается. Одновременно. Почему? Потому что я хочу, чтобы каждый талант, каждая способность, которая есть в нем, она была раскрыта и она развилась. И каждый человек, он имеет такое устройство. Дух, душа и тело. Да? Согласны со мной? Это то, как мы с вами устроены. Дух, душа и тело. И быть всесторонне развитым человеком, это фактически прокачать свои способности в каждом из направлений. И кто из вас учится, есть время, знаете, когда вы еще в школе, когда вы только-только взрослете. Каждый из нас, мы проходим тот этап, когда нам все равно, нам просто интересно повтыкать в телефоны, посмотреть, поиграть в компьютер. Но обязательно наступает момент, когда ты понимаешь, мне интересно достичь чего-то. Я бы хотел реально классно выглядеть, быть спортивным, а я бы хотел реально, я не знаю, чего-то достичь в этой сфере. Девушки развивают определенные какие-то таланты, парни достигают каких-то успехов. Мы разбираемся в людях, сами хотим быть хорошими людьми, с которыми классно дружить, с которыми хочется иметь дело. Хочется развивать свои интеллектуальные способности. Кто из вас еще читает книги, хотя бы электронные? Слушайте, я вам похлопаю, вы большие молодцы. Потому что на самом деле это странно, то, что говорят про книги, это мода. Это не мода. Слушай, книга это информация, которую человек чего-то достиг, может жизнь прожил. Может быть десяток людей эту книжку писали, собирали информацию, знаете, проходили что-то. И тебе это все написали, красиво упаковали и сказали, просто возьми, прочти, возьми эту пользу. И живи, не делай этих ошибок, достигая и двигаясь дальше. И мы как люди, мы очень много вкладываем в развитие своей души. Мы прокачиваем себя интеллектуально, мы пытаемся разобраться, как лучше дружить с людьми, как лучше устроиться на работу. Мы занимаемся прокачкой тела, занимаются люди спортом, люди украшают себя, девушки делают прекрасный макияж. Это все прекрасно, все это супер. Но это очень важная часть жизни человека, часть сущности человека, это дух. И это то, что, к сожалению, часто упускается совершенно из вида. И я убежден, как христианин, что на самом деле все в жизни человека начинается, ведется и заканчивается духом человека. Его духовной жизнью, его моральными качествами, его характером. И самое главное, его взаимоотношения с Творцом. Я специально сейчас называю Бога нашим Творцом, потому что это сразу же объясняет, почему нам важно знать, узнать Бога и иметь с Ним взаимоотношения. Потому что кто, как не Творец, лучше всего разберется и поможет тебе разобраться, кто ты такой и зачем ты существуешь. И зачем то, что внутри тебя есть, оно там есть. И как это применить в жизни. И как найти то место, где бы ты достиг своего успеха. Будешь ли ты успешным человеком, известным, будет ли у тебя миллион фолловеров, или тебя будут показывать по телевизору. Или ты просто станешь человеком, который счастлив от того, что занимается самым любимым делом. Его окружают самые любимые люди. И тебе достаточно денег за то, что ты делаешь. Лучшая инструкция для тебя к применению, это твои взаимоотношения с Творцом. Многие люди боятся слова Библии, да? Христиане, которые знают Бога, идут за Ним, читают Библию. Многие из нас, мы убедились, Библия фактически это инструкция к применению к человеку. Согласны за мной? Очень просто. Ты читаешь их правильно или неправильно. Есть такая шутка, знаете, этот матрас над уной, и к нему инструкция, и написано на разных-разных языках. На матрасе не плавать. И на русском. Когда плаваетесь, держитесь за ручкой. Вот, понимаете? К сожалению, мы пользуемся своей жизнью без инструкции. К сожалению, мы пользуемся своей жизнью, не учитывая фактор духа, взаимоотношения с Творцом. Есть тоже такой старый анекдот, я вспомнил его буквально вот сейчас. Кто-то, может быть, знает, но тем не менее, я с бородой мне много старый анекдот рассказываю. Вот. Есть такой анекдот, что когда американцы купили у Советского Союза самолет, и им прислали в ящиках этот самолет в запчасти, большую книгу, инструкцию, как его собрать. Приехало много ящиков, и вот американские инженеры начинают собирать этот самолет. Собирают все нормально, по инструкциям, по рисункам, все делают. Поработали несколько дней, собрали, все супер, только получился пароход. Как так? Они так что-то не то. Опять разбирают все, все полностью в ноль, опять берут инструкцию, берут, добавляют еще людей. Шаг за шагом, шаг за шагом, собирают все правильно, нет личной запчасти, но снова получается пароход. И вот они звонят в Советский Союз, им присылают специального специалиста. Дяденька приезжает такой, Петр Васильевич, знаете, с сигалеток в зубах, он приходит и говорит, берет инструкцию, говорит, там же написано четко в конце, в конце изделие обработать напильником. Вот, пожалуйста, чуть-чуть допилил, и получился самолет. Вот знаете, так мы своей жизнью работаем со своими талантами, со своими способностями. Сейчас полно талант-шоу. Кто-то смотрит песни, танцует все, там, да, голос краины. Почему мы смотрим и увидим уникальные способности человека? Кто-то заметил, кто-то обратил внимание, ему дали сцену, дали возможность, он приходит, он поет, он танцует, он, может быть, в чем-то, в каком-то шоу участвует. Не обязательно это телевидение. И кто-то достигает успеха в математике, кто-то в химии, кто-то в том, кто-то в этом технологии. И, знаете, сейчас полно программистов. Телефон твой в кармане или у меня на столе. Это выдающееся уникальное устройство. Очень сложное. Как один комик говорил, что ты не нервничай, когда он тормозит. Он в космос выходит, чтобы тебе что-то, чтобы картинку тебе туда приставить. Ты уже потерпи пару секунд, не нервничай. И это так и есть, знаете, я смеюсь, я когда слушаю это, но я айтишник в прошлом, знаете, я разбираюсь в этой теме, и я понимаю, что это очень сложно. И за этим устройством, которое уже через полгода ты будешь считать устаревшим, стоят миллионы людей, миллионы часов, миллионы технологий, чтобы ты просто смотрел ютюбчик. И это то, что, послушайте, то, что Бог заложил, как Творец, внутрь каждого человека. Кто-то когда-то нашел этот талант, эту способность в себе и раскрыл. И то, что я хочу сегодня донести тебе главную мысль, чтобы ты нашел те уникальные способности, ту силу, те таланты и ту цель для твоей жизни, которую Творец приготовил. Однажды я читал одну из таких книг, известных, популярных для развития личности. Есть такой известный бизнес-тренер, его зовут Джон Максвелл. Ты это слышал? «21 неприоближимый закон лидерства» или «Воспитай в себе лидера». У него есть много классных книг. И одну из книг я читал, и была такая фраза, послушайте. В жизни человека есть два самых важных дня. Первый – это когда он родился. А второй – когда узнал зачем. Важно не только быть и жить в этом мире. Важно знать зачем. Многие люди думают, что Бог в их жизни, он нужен в самом конце судьбы. Это для бабушки и дедушки. Они должны уже молиться. Это они должны ставить иконку. Это они должны, где-то уже когда заболели и все заканчивается. Они должны быть о вечности, что будет после смерти. Это не так. Инструкция по применению твоей жизни нужна в начале. Вы согласны со мной? Было бы странно, чтобы ты жил всю жизнь, не зная, зачем ты существуешь. Не зная, что нужно тебе достичь, чтобы быть счастливым. Было бы странно, чтобы ты сегодня был танцором, завтра фигуристом, послезавтра музыкантом, после-послезавтра танкистом. Было бы странно вкладывать в свою жизнь какое-то отдело, какое-то направление, а потом в какой-то момент понять, что твою жизнь нужно сильно обработать напильником. Чтобы получилось то, что надо в итоге. Я хочу вам прочитать одну короткую историю из Библии. Чтобы мы коснулись, какая цель есть в твоей жизни, и как ее может создать. Это из Нового Завета. Есть такой название от Иоанна. Третья глава, я сначала немного прочитаю вам. Это реально история с Иисусом, с одним человеком. Написано так. Среди фарисеев, это были такие религиозные верующие люди, был один человек, которого звали Никодим. И он был один из иудейских вождей. И вот однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал, Иисус, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Потому что никто не может творить таких знамений, какие ты творишь, если Бог не с ним. В ответ Иисус сказал, говорю тебе истину, никто не может увидеть Божьего Царства, если он не будет заново рожден. Как этот человек может быть рожден еще раз, когда он уже стар, удивился Никодим. Не может же он опять войти в другу своей матери и снова родиться. Иисус ответил, говори тебе истину, никто не может войти в Божье Царство, если не будет рожден от воды, это вот как от матери, и от духа. От плоти рождается плоть, а дух рождает дух. Поэтому не удивляйся тому, что я сказал. Вы должны быть заново рождены. Я хочу сказать, если ты только что вместе с Игорем, прежде чем я сюда вышел, ты молился этой молитвой покаяния искренне от твоего сердца. Это то, что Иисус называет здесь, родиться заново. Это то, что Джон Максвелл говорит, второй день, чтобы узнать, зачем я рожден. И так важно, чтобы твоя жизнь, она не была просто «я живу». Она была в связке, в понимании, какая цель у Бога для твоей жизни, какая инструкция для применения. Что я должен делать в своей жизни, чтобы достичь успеха, чтобы оказаться в правильном месте с правильными людьми, делать правильные вещи. Многие называют это везением, многие называют удачей, многие говорят «по блату». Конечно, ему повезло, у него такая семья, у него такие родители. Конечно же, он родился в Киеве, или в Нью-Йорке, или... Знаете, это все познается в сравнении. Но поверьте, даже в Николаеве, где я живу, есть счастливые люди. И в Чернигове, надеюсь, тоже. Я люблю свой город, я люблю нашу страну. И независимо от того, что происходит, на каком уровне мы сейчас, как тебе нравится, президент, прошлый, настоящий, какой курс доллара, поверь, когда ты имеешь связь и понимание взаимоотношения с Творцом, ты в этой жизни будешь счастливым человеком. Ты будешь знать, на что я могу рассчитывать завтра. Ты можешь обращаться за помощью. Почему я вначале спросил вас, кто из вас, хотя бы раз в этом молился и Бог отвечал, это и есть взаимоотношения с Творцом. Это тебе чего-то не хватает, это ты чего-то не понимаешь. У тебя есть к кому обратиться. И я хочу уже подходить к концу и хочу вам рассказать одну историю реального человека и реальное событие, которое было в его жизни. Кто из вас слышал про Нобелевскую премию? Нобелевскую премию. Буквально вот сейчас вручают 19-го года разным людям по разным направлениям. И эту премию основал один человек, его звали Альфред Нобель. Он родился в начале 19-го века. И он был шведом, в Стокгольме родился. Я вам хочу немножечко рассказать его историю жизни и о том, откуда взялась эта премия. И как он вообще ее придумал и почему она появилась. Дело в том, что его папа, он родился в семье, его папа занимался бизнесом, он был строительным. Он конкретно строил туннели и мосты. И в те времена это, ну и до сих пор, наверное, тоже так, что технологии прокладывания, что ли, туннели, да, они обязательно задействовали взрывчатые вещества. Они взрывали просто скалу, камень, да, гору в каких-то частях. И беда была в том, что кто-то химию любит, было понятно, тогда я буду называть просто какие-то вещества, вам все равно, да. Для взрывов, промышленно использовался нитроглицерин, слышали такое? Это классный такой взрыватель и порох использовали еще, но беда в том, что это очень нестабильное вещество, его очень опасно пользоваться. Это жидкость, которая капля вот упадет, и она взрывается, очень нестабильная. Вот, и тем не менее, его папа занимался этим бизнесом, он как сын вырос, помогал своему папе, и пока в его жизни не произошла одна же трагедия. На одном из заводов его отца, где работала вся его семья, его старший брат, и еще несколько человек, они занимались погрузкой новой партии нитроглицерина для какого-то объекта, и что-то произошло, и взорвалось, погибло 6 человек, в том числе его брат. Погибли. Его это очень сильно, конечно же, коснулось, он начал разбираться с этим вопросом, и он просто решил те знания химии, которые у него были, применить для того, чтобы сделать более безопасное вещество. Он реально положил годы в своей жизни, чтобы придумать, изобрести другое взрывчатое вещество, с которым можно безопасно работать. Я не рассказываю вам химию, по факту у него получилось. Ему удалось с помощью некоторых компонентов из нитроглицерина сделать другое вещество. Изначально он его назвал безопасный порох Нобеля, а потом он его переименовал, и мы знаем все это вещество, оно называется динамит. Это с греческого слова динамис, сила. И он его превратил в твердое вещество, которое можно было безопасно нарезать, распландовать и взрывать. Он получил патент, он стал успешным человеком, само собой, все эти, все люди начали покупать у него динамит, и изначально он использовался в мирных целях. Но очень быстро пришло искушение зарабатывать на военной теме. И он, хотя он был сам пацифистом, Эльфред Нобель был пацифистом против войны, тем не менее он соблазнился большими доходами. И буквально через десяток лет было 90 заводов по всей Европе, огромная просто корпорация, огромный бизнес, сотни тонн динамита, которые не просто для тоннелей, сколько этих тоннелей можно было нарыть, а война. И вот уже впереди была Первая мировая война, все вооружались, все готовились. И дальше в его жизни был следующий интересный поворот. В 1888 году умер еще один брат, просто от болезни умер его брат, родной брат. И в то время уже были фейк-новости, уже была желтая пресса. И получилось так, что перепутали и подумали, что умер сам Альфред Нобель. И куча газет, в том числе в Париже, где он жил в то время, вышли с заголовками, что умер Нобель. И одна из газет, один из журналистов написал в микровок огромную статью, и заголовок назывался торговец смертью мертв. Потому что его считали, что он продает оружие, и он на этом заработал огромные деньги. И представьте себе, он утром просыпается, и ему приносят эту газету, и он сам про себя читает Некролог. Вот такой жил человек, и написали в таком ключе, что он негодяй, что он бандит, что он на этом изобретении просто, на его изобретении куча людей погибло, это все плохо. И вы знаете, он читает, он впадает в депрессию. И годы он не мог разобраться с собой. Он начал думать о том, как так получилось, что он хотел сделать что-то хорошее, он хотел чего-то достичь успешного, он не хотел, чтобы гибли люди из-за его изобретения, наоборот, армия, вооружение, смерти, столкновения и так далее, и так далее. К сожалению, он всю свою жизнь не был женат, у него не было детей, у него немного было друзей. И вы знаете, я очень рад, что в этот момент в его жизни рядом оказался один, в тот момент неизвестный человек. Потом биографы разобрались и раскопали эту информацию. И был один человек, которого звали Натан Судерблог. Это был пастор церкви, в которую ходил Альфред Нобель в Париже. Это был обычный служитель, может быть, бородой, как я, может быть, нет, который служил в какой-то небольшой церкви. И Нобель туда приходил. И в то время, когда у него была депрессия, когда он внутри разрывался, знаете, он пережил свою виртуальную смерть, он не знал, как быть дальше, у него не было близких людей, с кем он мог поговорить об этом. Этот пастор поповедовал ему инструкцию по применению к жизни человека. Он поповедовал ему из Библии, он общался с ним, он вдохновлял его. И вы знаете, многие историки говорят, что именно он подал идею Альфреду Нобелю. Раз так получилось в твоей жизни, сделай что-то полезное с тем, что у тебя есть. И вот наступил однажды день, он долго об этом думал и пришел к такой идее. 27 ноября 1895 года в Париже он утвердил Нобелевскую премию. Все деньги, которые он заработал за всю историю своего бизнеса, оставив себе совсем немного, он передал в эту премию, чтобы вы понимали на тот момент, это была сумма, которая сейчас около полумиллиарда долларов. Почти все свои деньги, оставив себе буквально на жизнь немного, он передал в эту премию. Цель этой премии была очень четкой, очень понятной. это награждать всех, которые достигли чего-то в достижении мира, прекращении войн или каких-то специальных, успешных, правильных, хороших изобретениях в разных науках, которые повлияли на жизнь всего человечества. Потому что он посмотрел на свою жизнь, как его изобретение испортило что-то и взял этот ресурс и вложил в эту премию. До сих пор каждый год есть вручения, им находят ученых, каких-то людей, которые достигли чего-то, и им вручают специальный приз и специальную медаль, которая стоит из золота и специальный денежный приз, который около полутора миллионов долларов за их достижения. Не за то, что они просто заработали, за то, что они влияют на лучшие перемены. Эта инструкция для применения жизни и таланта в Альфредо-Нобиле оказалась в Библии. И как хорошо, что рядом с ним оказался христианин, который мог ему как-то помочь. Интересно, что ему пришлось пройти длинную жизнь и в какой-то момент достать напильник и обработать свои достижения, свои успехи, свои цели и смысл в своей жизни. Как хорошо, что он под конец своей жизни нашел применение для своего успеха. Как бы хотелось, чтобы ты, каждый из вас, кто о чем-то мечтает. Кто-то хочет стать актером, кто-то хочет стать инженером, кто-то хочет стать программистом, кто-то хочет быть бизнесменом. И у тебя, может быть, уже есть какие-то идеи творческие, какие-то технологии, я не знаю, что-то особенное. Я бы очень хотел, чтобы твое достижение жизни, оно было правильно применение. И ты можешь это увидеть только благодаря твоему творцу. Я хочу закончить сегодня одним еще, одной цитатой из Библии. Это книга пророка Иеремии, 29 глава. Здесь есть два таких интересных стиха, два таких, две таких фразы от Бога, обращения Бога к каждому человеку. Здесь написано, ведь я знаю мои намерения о вас, говорит Господь. Намерение принести вам благополучие, а не беду. Даровать вам будущее и надежду. Тогда вы будете призывать меня, пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. Это те слова, которые Бог говорит каждому человеку. Как только ты начнешь интересоваться мной, как только ты сделаешь первый шаг навстречу ко мне, я тебе отвечу. Я буду участвовать в твоей жизни. И та молитва, которую мы сегодня молились, которую мы называем молитва покаяния, это есть первый шаг. Но я очень хочу, чтобы сегодня каждый из вас вы сделали этот шаг серьезно и осознанно. Если можно, хочу попросить вас, чтобы прямо сейчас мы встали. и я хочу помолиться за каждого из вас. Если тут есть люди, которые услышали эту идею, это послание сегодня к себе, я не прошу вас походить куда-то или поднимать свои руки, но если ты понимаешь, что я бы хотел, чтобы Бог в моей жизни показал мне направление, показал мне свой план, открыл свои цели, и я узнал не только, что я живу, но я еще и узнал, зачем. Вы не против если я за вас помолюсь? Я как священник, как пастор хочу помолиться о вас, и Бог будет менять твою жизнь с этой секунды, с этого дня, с этой встречи совершенно в другую сторону. Бог, я благодарю тебя сегодня за этот вечер, я благодарю за эту возможность сегодня говорить каждому сердцу, и я прошу тебя, Бог, о каждой судьбе, о каждом парке, о каждой девчонке, кто сегодня здесь. Бог, я знаю, что ты создал нас, каждого здесь, уникальными, особенными, со своим характером, со своим предназначением, миссией, судьбой, целью жизни. Мы не хотим, Бог, оказаться людьми, которые проживут всю жизнь, и в конце будут грустить, печалиться от того, чтобы не попали в цель. Мы не хотим быть людьми, которые пройдут большой участок своей жизни, и потом все переделывать и заново перестраивать свою судьбу. Мы не хотим быть людьми, которые потеряют напрасно годы или десятилетия своей жизни. Мы не хотим делать ошибок, мы не хотим тратить свою жизнь просто так. И поэтому я прошу тебя, Бог, сегодня, ты наш творец, ты Бог всемогущий, ты Бог, который слышит наши молитвы и отвечает. Я прошу тебя сегодня, о каждом человеке, о том, кто сегодня здесь. откройся нам как творец, как наш создатель, как наш спаситель. Прошу тебя, Бог, сегодня о каждом, кто сегодня молился, молитвы о покаянии. Откройся нам, услышь нас и начни вести каждую судьбу и каждую жизнь, чтобы твой замысел, твои планы, они стали ясны, они стали понятны, и мы, увидев эти цели, пошли за тобой. И достигли тех целей, которые есть у тебя. И то предназначение, та цель, которую ты вложил в нашу судьбу, она состоялась на сто процентов. Я молю тебя о том, чтобы каждый парень, каждая девушка в этом месте, они не просто проживали на угар, а уже с сегодняшнего дня приняли в эту жизнь, которую мы назовем потом счастливой. Молю тебя, Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо вам огромное, что вы слышали. Спасибо. Спасибо. Спасибо.